друзья это обещанные ответы на вопросы прямого эфира который был неделю назад вопрос такой юрик юрик я его задают константин отвечайте на вопросы в которых вы компетент но какой харьков юрик юрик дорогой уже иностранной разведки уже украинская власть поняла какой харьков все ожидают наступление где этот арестович который говорил что кон наступление до конца лета не будет где он понимаете я дал интервью самом начале войны просто вот в первые дни войны по поводу того что ориентация на демократическую партию это очень опасно демократическая партия не заинтересована в победе украине украины демократическая партия не будет в полном объеме поставлять оружие чтобы украина победила демократическая партия сша находится договорных отношениях с путин это первое интервью она был ну не за третий день войны какой-то государственный канал что-то украин с украиной связано но они так напугались эти журналисты вы хотите нас поссорить соединенные штаты я его разместил это интервью себе они едят испугались испугались цензуры испугались этого мнения люда немыря когда я ей рассказывал это было в феврале по моему что готовится наступление огромное массовое наступление необходимо срочно начинать переговоры тогда впервые употребил формулу слова капитуляция и тут же объяснил что имеется ввиду замораживание конфликта что является до выхода просто для украины и что да действительно в начале войны это была цель демократической администрации заставить украину заморозить конфликт а сегодня когда оружие не поставляется это единственный выход да люди сказали лёта сказала нет я такой эфир не дам меня осудят мои читатели граждане цензура военная цензура цена того что вот эта информация сдерживалась не распространялась из пропагандистских соображений цена несколько десятков тысяч жизней украинцев я повторюсь цена вот этой позиции несколько десятков тысяч жизней украинцев вот вы говорите вы некомпетентны какой может быть захват харькова ну вот уже все уже сама украина говорит о том что руководство украины что это там в ближайшей перспективе у агрессора наращивание войск там усиление бомбежек а юрик юрик так в один сорока летов вы хотели бы провести с американскими консерваторами сторонником трампа андреем мазаркин автором канал на радаре ну конечно мне очень нравится то что андрей азаркин делает конечно если он хочет андрей я вас приглашаю я готов вам дать интервью взять вас интервью короче говоря обсудить ситуацию мне нравится андрей азаркин то что тут кстати есть вопрос сейчас значит я не буду его зачем учитывать но то он очень сложный длинный там перечислены фигин любарский салонин и другие мне очень не нравится вот это какая-то какие-то скандалы как это свара такая ну просто на пустом месте у людей которые все озабочены ситуации на этой войне в украине в одинаковой степени возможно и начинать разбираться кто сказал так кто не так сказал но это больше похоже на просто продвижение собственного канала хотя это тоже может быть нормально до мая захватят кальпу к харьков как картина мунка появилась на моем лице я не знаю захватят харьков не захватят я знаю что идет подготовка к этому наступлению я знаю что идут переговоры слава богу начались эти переговоры у вас замораживали конфликта разные условия условия которые были в стабуле год назад это были другие условия чем те которые сейчас присутствуют я бы хотел чтобы этот конфликт остановился воевать в условиях когда тебя предают я имею ввиду украину это безумие за спиной украины стоит сторонник путин джо байден и делает все возможное чтобы конечно чтобы не поссориться с европейцами польши со странами балтии с великобритании которые честно помогают украине и с другой стороны чтобы помочь путин воевать в этих условиях безумно надо остановить конфликт для того чтобы во власть соединенных штатов вернулись традиционалисты консерватора как угодно их называть они не очень консерватор кстати сказать вот и тогда это хоть какой-то смысл будет иметь это будет иметь хоть какую-то перспективу остановить путь остановить его можно только силой это уже второй третий вопрос разгромить победить там провести парад на красной площади или изолировать построить большую стену и запретить путину пересекать эту стену это разные тактики но это все реализуемо будет тогда когда у власти не будут социал-демократов сша которые помогают путин и это было сказано в первые дни войны это было ясно когда байден надо старались изолировать украину призывали своих граждан покидать украину когда байден говорил что в этот конфликт смешиваться не будет и каким путем когда посольство перевели во львов соединенные штаты готовили сдать украину также как они сдали крым с этим союзником не только победить невозможно но и защитить себя невозможно вот этот простой вывод который надо должна была бы сделать власть в украине давно но юрик юрик говорил вы некомпетентны какие-то я не знаю простые блогеры вот азаркин многие другие они лучше разбираются в ситуации чем руководство украины у которого вроде бы есть возможность нанять прекрасных экспертов прислушаться к эксперту они это не делают на самом деле не только война но и перспективы экономического развития украины для меня я их оцениваю очень пессимистично эти ребята которые не умеют решать проблему которые так и не взялись за реформирование украина освобождение вот от олигархической нерыночной внеконкурентной среды рассчитывать на то что они начнут правильные действия по восстановлению украины я бы не стал как это решать я не знаю возможно все таки это должно быть условием привлечения большого числа экспертов может быть внешнее управление украины со стороны демократических государств рыночных не со стороны путин я знаю я очень разочарован командой зеленского очень и опасаюсь что если они не начнут существенно меняться менять тактику стратегию уже я устал говорить что необходимо освобождаться от агентурной сети что-то делается но все так как-то какие-то палеотивные средства все очень ограничено осторожно картина мунка появилась на моем лице захват харькова ну я тоже не хочу чтобы харьков был захват путиным и киев но к сожалению отсутствие оружия отсутствие союзников настоящих полноценных вот со стороны соединенных штатов надо делает для путина эту задачу решаемые так элон волк одинокий волк что думаете про си плюс плюс сейчас уделяете ли время программированию сложно сочетать такие вещи с политикой не просто сложно невозможно понимаете вот это прекрасное предложение я хочу я хочу заниматься наукой там очень много задач которые перед собой поставил но не решил мне хочется их решать и я люблю программирование я занимался автоматизацией вот это тестирование программ с помощью джаваскрипта но игорь уай можете ли вы проводить хотя бы раз в месяц прямой эфир в чат рулетки заходить в народ там много интересных персонажей послушать дискуссии на многие рандомные темы случайные темы это повысит популярность канала ну не знаю вы знаете я делал уже ведь эти проезды на велосипеде по маршрутам таким популярным мы вместе наблюдали за красивыми девушками проезжающими по этой же велосипедной дорожке я останавливался с кем то разговаривал большинство хочет экспертизу большинство хочет ответы на какие-то очень конкретные вопросы вот как сейчас вот эти вопросы в чате что вы думаете об Илье Подомареве Никита Константин а Никита ну Илья делает очень полезное дело мы с ним не совпадаем он левый коммунист я захотел принять участие в его проекте народный народный парламент депутаты народный я не помню как он назывался первое мое предложение суд над советским коммунизмом над чекизмом нет сказал Илья проехали судить будем Путина его команду бандитов я согласен но это все равно что там бороться не с болезнью не с причинами болезни а с симптомами это один из симптом вот той огромной страшной болезни советский коммунизм надо начинать с нее она как тяжелая инфекция проявилась во всем мире ну даже если представить себя на секундочку что мы осудим отлоем этих бандитов чекистов от нынешних осудим их 90 процентов 98 процентов этой заразы останется на свободе они я уже говорил об этом они создают запасы вот эти ресурсы для возрождения в другом месте в другой форме речь идет о триллионах долларов которые запасены в западной экономике в компаниях в крупных компаниях на рынке недвижимости вообще не огромный рынок это все известно это известно спецслужбам американским где что как но этим никто не хочет заниматься из соображений коррупционных да и из соображений так называемых политических не раздражать Путина пытаться с ним сотрудничать с чекистами с совершенными отморозками бандитами вот такая позиция современной социал-демократии в США галина с не говори вот так ринах команда вы наврали она умная мудрая не дурочка не говорите там закон провела для малого бизнеса мне нравится ее видео ну галина ну прекрасно точно если быть последовательным точно она была дурочкой пока мы общались а потом стала умненькой девочкой очень может быть когда я с ней работал это было очень искусственное явление я создавал продвигал ее как политика мы создавали ей имидж специалиста по малому бизнесу Ира не руководила никогда никакими компаниями я ее защищал я ее боялся за нее она нигде никогда не ставила никакие подписи она в крайнем случае была консультантом по каким-то вопросам в основном ну это такие экспертные работы в области там истории предпринимательства но этот имидж позволил ей стать министром в правительстве Примакова министром по малому бизнесу ну вместе с каким-то экспертами она провела действительно какие-то законы но это хорошо ну я радовался за нее что она пристроена до этого я все время этим занимался пристраивал ее на разные работы но потом за это взялся Евгений Максимович Примаков ну я очень этому радовался так что я не наврал я хорошо отношусь к Ирине я уже признавался я был влюблен долго так с Потапенко не мог смотреть до конца ботаник а ботаник а смотрите я приглашаю людей с разными точками зрения с разными взглядами мне это интересно я понимаю что их взгляды их позиции могут быть неинтересны но для того чтобы понимать картину целиком картина мира картина там связана с ситуацией в России в России с Украиной в России с США ну да нужны разные точки зрения понимаете если я начну приглашать людей только единомышленников это скучно будет и неинтересно когда когда я пригласил Евгения Савастьянов это интервью с генералом КГБ но он не генерал КГБ конечно но он член Совета по внешнеоборонной политике такой сторонник имперского развития России но это тоже важно интересно понять что они думают о будущем России о оптимальном устройстве России ну хотя бы для того чтобы проверить собственные взгляды на тот же самый вопрос этот фонд внешнеоборонной политики мы создавали вместе с Андреем Владимировичем Козыревым нас оттуда эти империалисты ногами выгнали когда Козырев перестал быть министром иностранных дел вот мы его создавали как дискуссионную площадку и приглашали туда осознанно этих вот империалистов Караганова и Меграняна многих вот но это одна из причин почему у них ничего не получается понимаете они не допускают конкуренции они не допускают иных точек зрения если бы они участвовали в дискуссии многих ошибки там они бы их исправляли корректировали а им не нужно их корректировать они продвигают свою позицию империалисты ну вот мы видим результат как вы относитесь к историку Евгению Панасенко он также считает Трампа современным атлантом империалист надежда Америки современного мира ну прекрасно я согласен с Евгением Панасенко про Жириновского вы не ответили насчет выступления про взрыв в Волгодонске потом его на месяц лишили слова нет его не лишал никто слова в Думе за это тем более и это был не Жириновский а председатель Государственной Думы и он отрекся от этой фразы в Дудя ну вы все в одну кучу скидываете Жириновский выполнял функцию провокатора такого партия создавалась КГБ еще в Советском Союзе и об этом Александр Николаевич Яковлев много писал и там многие свидетели этого процесса и документы нашли где сначала Политбюро или там в ЦК решался этот вопрос по запросу КГБ СССР Крючкова о создании партии ЛТП СС их очень волновало вот это направление либерально-демократическое и они решили отравить просто этот термин либерально-демократически назвали таким образом фашистскую партию нацистскую партию Жириновского вот очень много преувеличений по поводу Жириновского Ваш прогноз по деятельности Любарского Я Елишева 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 не знаю я не комментирую Любарского Солонина Фегина мне не нравится эта форма взаимоотношения между блогерами такая такая скандал постоянная разборка когда меня вдруг предлагают байкотировать борового давайте байкотировать борового он поддерживает Фегина но байкотировать я не против потом оказывается что значит начинается байкот уже тех кто согласился байкотировать борового но делает это недостаточно энергично ну скандалы разборки фу я в этом не участвую так в чем вы не были согласны с Владимиром Буковским Андрей Сурин добрый день ну мы с Володей в общем совпадали концептуально во всем но в тактических вопросах ну вот его участие в его выборах значит он набрал команду очень слабую команду из людей эмоциональных ну я ему об этом сказал он почему-то на меня обиделся и наверное вы знаете в его президентской кампании я не участвовал просто Володя попросил меня не участвовать ну нет нет вот по тактическим вопросам по мелочи всякой мы расходились он считал что я должен был бы ну как-то он высказал эту мысль которую я слышал о Гале Старовой от Льва Пономарева что мол Моровой не занимайся политикой занимайся бизнесом собирай деньги и давай нам а уж мы будем заниматься политикой первый раз когда они поддержали мавроди ну вот тема россии поддержала мавроди и меня критиковали за то что я борюсь с капитализмом обвиняя мавроди в том что он создает пирамиду ну пирамиды это и есть капитализм говорили умные эксперты из тема россии ну как вы понимаете сразу после этого сама идея давать им деньги на проведение политики в интересах рынка демократия она очень резко исчезла растворилась вот а в общем единомышленники ну единомышленники которые ошибаются что не страшно то же самое с Володей он знаете как вот правозащитники советские российские главная их позиция основная состояла в том что они не занимаются политикой они занимаются чисто правозащитной деятельностью ничем больше и мы от них с Валерией Ильиничной отличались тем что мы говорили что вот эта формула там соблюдайте свои законы коммунисты и делайте что хотите нас не устраивает мы антикоммунисты мы правозащитники антикоммунисты ну вот такие каким был там Вацлав Гавил правозащитник и антикоммунист советские правозащитники даже Андрей Дмитриевич Сахаров для них это была принципиальная позиция не заниматься политикой не вникать в политику отсюда вот это ну совершенно идиотское теории конвергенции сращивания капитализма и коммунизма который выделил Андрей Дмитриевич на который очень зло издевался Новодворска заниматься правозащитной деятельностью не занимаясь политикой не отстаивая так сказать концепцию демократии значит свободы экономической политической антикоммунистической позиции а защищая только права человека это вот проблема с которой мы столкнулись когда партию создавали партию западный выбор пришла большая группа представителей сексуальных меньшинств и сказали значит мы вас поддержим если вы включите в программу партию наши пункты так сказать правах сексуальных меньшинств Лерочка очень четко сказала что мы вас поддерживаем но отдельно именно эти права в программу партию мы включать не будем потому что выделять эти права эти гражданские права среди других не имеет смысла неправильно и вся эта группа направилась к Андрею Нечаеву партия так сказать которая создавалась с разрешения Путина которая до сих пор существует которая в значительной степени поддерживает партия системных либералов которая поддерживает нынешний режим ну ветер вам спидом дорогие представители сексуальных меньшинств так Элон Волф откуда идут корни либаристов различных социалистов прогрессистов как их победить сегодня это социалисты социал-демократы это очень отсталая оппозиция популистская которая была популярна модна в начале двадцатого века когда всем казалось что вот он эксперимент осуществлен советская власть строительство социализма успешное строительство экономики то что это была так сказать заслуга американской экономики индустриализация советского союза это как бы никто не замечал вот идея стала очень популярна на ГУЛАГ на эти процессы над предателями социалистической родины никто не смотрел как сегодня выясняется Сартер сказал что мы не заинтересованы в разоблачении сталинизма и всех его преступлений это Володя рассказывал замечательно это демотивирует леонских рабочих если они узнают чем заканчивается социализм коммундизм вот вот Александр Алексо Аксенов почему популярные политические шуты такие как Белковский Невзоров и украинские журналисты стали копировать эту тенденцию мне очень нравится и Белковский и Невзоров они делают из политической экспертизы действительно они делают такой остроумный злой очень сатирически ориентированный театр я с удовольствием когда у меня есть свободное время слушаю Невзорова это не экспертиза политическая конечно но это издевательство такое злое остроумное и у Белковского тоже сейчас цитировать не буду но тоже все построено на абсурде на противопоставлении вещей несоизмеримых но это театр театр абсурда жизнь в России это театр абсурда и они точно в той же технологии так сказать комментируют этот театр абсурда как театр абсурда Ваши корни случайно не из Беларуси Николай Липскик нет Николай мой корни из Винницы из Украины тут недавно Любарский говорил что вот его бабушка погибла там где-то бабияр какой-то очередной все мои родственники в Виннице там тоже был бабияр все родственники погибли там Константин Натан зачем перед смертью Рокфеллер сказал что путь это нужно беречь россиян не знаю я думаю что вы понимаете взгляд на Путина он ведь очень сильно менялся в зависимости от времени ведь то что говорил Путин ну вот мы его так сказать Валерий Лиништейн открыли разоблачили конечно сказали что чекист не может быть президентом России там открыли вот эту ситуацию со взрывами домов я открыл там два офицера групп пришли ко мне и начали рассказывать что их заставляет ФСБ участвовать в этих взрывах домов я тогда устроил пресс-конференцию в самом деле пресс-конференцию чтобы спасти их жизни их все равно убили в конце концов я даже не смог для них устроить программу защиты свидетелей когда они дали информацию о подготовке вот этого теракта 9-11 за два года до его проведения вот Путин очень разный был он был демократом ну играл эту роль говорил о сменяемости власти я хорошо понимаю Борю Немцова я хорошо понимаю Анатолия Саныча Собчака который уговаривал меня поддерживать Путина и говорил что меня вводят в заблуждение агентура Примакова рассказывая про Путина всякие небылицы а он настоящий демократ вот причем из вот этой интеллектуальной среды КГБ из разведчиков ну умные люди ошибаются очень много умных людей тогда ошиблись в Путине но не все это очень важно понимаете вот я уже говорил эту фразу что мы все ошибались ее теперь произнести никто не может по поводу Путина потому что не они все ошибались мы или те кто не ошибался мы и с Валерией Линичной которые говорили что это преступник представитель преступников и что делать ставку на Путина безнравственно и недальновидно так согласны ли вы с мнением некоторых зарубежных граждан что РФ виновна в своем тоталитаризме на 95% а запад только на 5% я считаю что 50 на 50 как вы считаете ну Путин пришел к власти законным путем его избрали граждане России они не избрали там Новодворскую почти точную копию Вацлу Агавилу они не избрали Володю Буковского они избрали чекиста Путина садиста ну представителя этой категории садистов в этом конечно вина граждан России ну как вина понимаете это десятилетия ну практически столетия пропагандистской компании когда граждан особенно ну не глубоко мыслящих так сказать граждан убеждали в том что коммунистический строй самый там честный справедливый а чекисты защитники этого строя это рыцари в белых одеждах ну на этой пропаганде на вот этого типа пропаганде Путина и чекисты приходили к власти мы поборем коррупцию говорили они коррупция закончится в России вот это семья банкирщина эти олигархи они прекратятся прекратится коррупция в 97 году весь коррупционный оборот в 97 году составлял 10 миллиардов долларов в год весь коррупционный оборот а тут одно перечисление там одного из олигархов там 30 миллиардов долларов одно перечисление там в Германию или в Швейцарию покупка крупных компаний там это десятки сотни миллиардов долларов которые инвестируются в западную экономику на самом деле это запасы Путина и его окружение его сторонников вот так что эти белые одежды это иллюзия Татьяна Глушкова а это я уже прочел 50 на 50 ну это же все очень условно вина понимаете суд никогда не оценивает вину таким образом 50 процентов вины ваша поэтому значит в связи с тем что по этой статье полагается десять лет тюремного заключения получите пять лет тюремного заключения так преступления не оцениваются так марк чер чернышов добрый вечер костернатан что кто такие чичварки ныне взоров ну чичварки предприниматель ну не очень глубокий ну да он поддерживал Навального нравился ему Навальный ну имеет право знаете этот старый анекдот что комиссия проверяет какую-то воинскую часть у всех там голые девушки в шкафчиках а одного Достоевский ему говорят что это вдруг у тебя портрет Достоевского а не голой бабы он говорит ну люблю я его понимаете ну вот любит он Евгений Чичваркин любит любил Навального ну любил и любил давайте не Чичваркин у меня в друзьях я не хочу если бы за это ссориться ну нравится ему Достоевский ну что же делать а Невзоров ну очень сильно изменился понимаете он вот этот свой сарказм сегодняшний он использует для обличения этой власти вот мне это очень нравится то что он делает а не могли бы извините еще не могли бы вы более подробно описать выгоду от не звонят извините выгоду выгоду от сотрудничества демократической партии кремля значит Никита задает этот вопрос ну концептуально Никита это социалисты социал-демократы они любят авторитарный режим они любят сотрудничество с ними конфронтацию в условиях конфронтации они очень недальновидны социалисты вообще вот мы это видим по тому что делает там Байден демократическая партия в Соединенных Штатах поддерживая там ну не только Путина поддерживая Иран по существу палестинцев поддерживая ну вот бандитов которые осуществляют нелегальную эмиграцию в Соединенные Штаты они знаете из тех как вот был старый такой советский анекдот и даже не анекдот это в каком-то фильме таком детском было что вот армянский пионер создает сложности сам для того чтобы их преодолевать ну вот они насколько я понимаю сами создают некоторые сложности вот им выгоден Путин ну это же управляемая ситуация с их точки зрения они находятся в переговорном процессе с Путином вот сейчас перед выборами вдруг началась очень активная кампания Кремля по поводу там ядерной угрозы кто-то из экспертов какой-то нефедов выступил что Путин планирует ядерную войну будет уничтожено там две сотни миллионов европейцев это предвыборный шаг который ну должен был бы с их точки зрения повысить шансы демократической партии на выборах ну фактически это такой месседж что вот пусть лучше будет этот Байден с которым Путин как-никак но договаривается чем Трамп с которым Путин договариваться не спорит вторая часть события фразы о том что Путин сидит тихо как мышка под веником никто не использует при Трампе сидит как мышка под веником но это вот так там много причин это большая тема я думаю что Никита надо будет сделать даже специальный ролик так при Украине Крым не платит налоги и деньги присваиваться местной именклатуре сегодня Крым живет на деньги российских пенсионеров не стыдно быть содержанками ну там много проблем на самом деле Алексей Джакуба проблемы еще связаны с тем что там это так называемая серая среда там не действуют законы там бандиты определяют что справедливо что нет что правильно что нет так же как в Абхазии власть распродает собственность которая ей не принадлежит дачу Сталина продали Дерипаске Олегу понятно что ее придется возвращать со временем вот но это серая зона зона беззакония я с вами совершенно согласен налоги там собирают бандиты и деньги которые выделяются для существования этой серой зоны как так же как в Чеченской републике в Чечне 7 миллиардов в год в Крыму видимо что-то около этого тоже местные власти получают для умиротворения региона делят эти деньги с местными чекистами с кадырскими чеченцами с бандитами книги про историю сша изданные на русском языке ну на берегу ну сами отойдите там читайте все подряд не ошибетесь я читаю научился читать по диагонали читаю очень много по истории Соединенных Штатов Соединенных Штатов общение тоже понимаете очень важный фактор общение с теми кто хорошо знает тему интервью там слушать этих блогеров надо они дают прекрасные материалы для анализа в том числе ссылки на литературу сокращается количество интеллектуальной элиты в России Александр Аксенов да конечно самом деле это очень тонкий слой интеллектуалов очень тонкий слой там когда-то в России этот слой составлял ну просто несколько сотен человек ну в царской России я имею в виду вот в современной России до вот этой массовой эмиграции ну я думаю что речь шла может быть десятках тысяч интеллектуалов вот когда этот слой сдуло отсутствие его отсутствие интеллектуальной элиты ну очень чувствуется отражается на состоянии умов вообще на состоянии общества это трагедия но она уже один раз произошла это революция когда все самое ценное самое думающие было уничтожено физически и уничтожено в эмиграции так Сергей Руденко если в РФ появится политик который будет призывать и организовывать сопротивление режима вы его поддержите ой значит Сергей Руденко понимаете проблема не в одном политике проблема может быть в том что как раз ну некоторая монополизация что политическая произошла и это опасно нужно что было много разных политиков в этом смысле у меня я рассчитываю на эмиграцию очень сильно что в эмиграции появится вот этот ну такой герцен что ли современный который поможет сформироваться общественному мнению внутри России Герцен выполнил в условиях похожих на то что сейчас вот происходит с Россией он выполнил очень важную роль функцию может быть это произойдет каким-то другим путем мы действительно перед началом процесса распада распада который начнется с регионов и роль отдельного такого знаете реального универсального для всех регионов политика уже не будет такой существенной появится много разных политиков они появятся в регионах и поведут за собой людей поведут к сожалению в разные стороны кто-то поведет к новому авторитаризму кто-то поведет к коммунизму кто-то поведет к свободе вот так симха симха ревихи есть потребность человеку удовлетворение своей сути веры это объясняет то что верят словам при явном противоречии дел пренебрегая важным праведностью которой только от веры в правду ну возможно не готов это сейчас обсуждать так Алекс Волк Кристиан Натанович собираетесь ли вы смотреть фильм гражданская война в США зачем такие фильмы выпускают левацкая дембард о якобы возможности отделения ряда штатов от США но они запугивают это пропагандистская компания Алекс один из инструментов этой пропагандистской компании запугивания строить граждан и запугивать ну вот они использовали эпидемию ковид для запугивания граждан для того чтобы строить их стройными рядами запрещается то запрещается это нельзя выходить из домов понимаете сейчас вот выясняется что все вот эти маски борьба за ношение масок это фикция она не спасала людей и эти лекарства которые когда фаучи запрещал компаниям проводить собственные разработки а закрывал эти проекты а финансировал только свои разработки ну коррупционная составляющая в этой борьбе с ковидом была огромной вот ну это их стиль запугивания граждан часть пропагандистской кампании очень серьезный инструмент елена л скажите пожалуйста почему люди в россии верят что украина сама напала на россии ну елена л ну это пропагандистская кампания понимаете мы это где-то недавно как раз обсуждали блоковое мышление вот пропагандистская кампания создает некоторые блоки которые усваиваются целиком сознанием человека когда их не надо разделять на составляющие и для очень многих это ну удобная форма там познания мира ну не хочет большинство общества заниматься анализом там политическим от этого голова болит от этого там сон плохой им они ждут что им власть скажет что вот ситуация такая вот все происходит вот так им нужно не анализ не доказательства им нужно финальный результат вывод вот этот вывод им дает украина напала на россии или там запад через украину или с помощью украины напал на россии и мы защищаемся это справедливая освободительная война или там еще одна модель война с нацизмом с фашизмом ну большая часть общества так удобно люди хотят получить вывод сразу а вот эти рассуждения ну да на заваленке посидеть порассуждать достать из кармана эти конспирологические теории о том что это на самом деле инопланетяне все задумали или там евреи пытаются помешать России стать великой их много этих дурацких теорий понимаете если у вас желание вернуться в математику желание есть возможности нет так Галина Ильиновская в ЮАР в ЮАР когда у власти был аппаратеид образование было доступно для всех власть манделлы ввело в ЮАР пропасть нищета да да ну вот это цена свободы и независимости к сожалению это одна из сторон было я был в ЮАР до того когда начался вот этот процесс прихода к власти черных черного населения прихода к власти манделлы мы встречались это была поездка такая Министерство иностранных дел организовывало Козырев большая делегация предпринимателей мы там встречались с леклерком с предпринимателями местными вникали в эту ситуацию в общем все было ясно тогда и они все прекрасно понимали что это закончится нищетой убожеством но что сделать не могли мировое сообщество левое мировое сообщество требовало от них чтобы апартеин был закончен ну вот это вот раздельное проживает белых и черных но он был закончен страна превратилась в огромную помойку белых начали убивать открыто попытки всякие сохранить экономику мир гармонию в обществе уничтожались просто вот этими революционерами но они получили то что хотели как ЮАР будет выходить из этой ситуации я не знаю так так вася порошенко турчинов я ценюк рассказывали нам про план анаконда потому что им приказали отдать Крым ну у вася понимаете ситуация была сложная это же решение было фактически внешне такая форма внешнего управления решение демократической партии зам генерального секретаря НАТО был тогда Александр Вержбог бывший посол в России страшная гадина такой продвигатель людей социалистических идей демократической партии им казалось что это решение проблемы накормить этого Путина сырым мясом отдать ему Крым и он успокоится и конфликтной ситуации между Россией и Украиной больше не будет она стала только глубже эта пропасть между Украиной и Россией и это так сказать было основанием для проведения для начала войны вот Макзум Ханов Ханов как бы мне стать иноагентом я бы приклеил плашку на фуражку вы можете назвать сами себя иноагентом и пользоваться плашкой дорогой Магаум Ханов вот ничего вам не мешает плашку вейлер выставляет чтобы его гонорар за книги не лишили Алексей и чтобы его счета не закрыли и чтобы возможно у него есть какая-то собственность но на складах хранятся его книги не все же проданы просто могут конфисковать ну я не думаю что это принципиальный вопрос для обсуждения технически вейлер не гражданин России он не может быть иностранным агентом вернее так он иностранный агент де-факто он гражданин Эстонии я думаю что эти лентяи просто не посмотрели они решили ну раз пишут по-русски значит гражданин России ну это смешно татьяна глушкова вейлер очень плохо отзывается о вас и о валерии лениш ну пусть не страшно любарский уже и на вейлера прыгает из-за трампа что думаете ничего не думаю не хочу даже обсуждать Сергей Любарский Марк Солонин замечательные люди и обсуждать их не хочу не хочу участвовать в этих разборках фу США явно теряют позицию во всем мире Александр Аксенов да об этом говорит Трамп сегодня на пресс-конференции вместе с Майком Джонсоном он сказал об этом что Соединенные Штаты вытирают ноги все друзья я чувствую я договорил больше чем на один час значит помогайте пожалуйста каналу и участвуйте в прямых эфирах и